Всем добрый вечер. Я рада, что вы все сейчас здесь с нами. И я сегодня немножечко говорю с вами на такие HR-моменты. Я знаю, что мои коллеги уже успели многое рассказать, но я надеюсь, что моя информация тоже будет достаточно полезна. Сейчас я запущу презентацию. Хорошо. Итак, собственно говоря, что хотелось бы рассказать. Ну, так как вы у нас все, ну, по большей степени, сколько я понимаю, студенты, вам всем интересно, мне кажется, что же вам делать, когда вуз закончится успешно и куда потом дальше двигаться. Про это как раз таки хотелось бы сегодня поговорить. Немножечко по технологиям, с которыми вы работаете, так как, насколько я понимаю, раз вы пришли к нам, значит, вы хотите связать свою жизнь и профессию с IT-технологиями. Их великое множество. На данном слайде я хотела показать те технологии, с которыми мы работаем в большинстве своем, но помимо того, что здесь представлено, стэк растет, меняется и добавляются какие-то более редкие технологии, которые, может быть, вам сейчас интересны, но вы не видите их на этом слайде. Можете развиваться дальше в этой технологии. Первый вопрос, с которого я хотела бы начать, это то, о чем вам стоит задуматься уже сейчас, пока вы еще являетесь студентами. Это то, кем вы, собственно говоря, хотите быть. Вопрос достаточно философский и сложный, поэтому я постараюсь дать какую-то основу, которая, может быть, вам поможет как-то определиться в дальнейшей профессии. Дальше уже все будет зависеть только от вас. Для того, чтобы определиться с таким масштабным ответом на такой сложный и глубокий вопрос, я хотела бы попросить вас задать самому себе, самим себе, несколько вопросов. Первый — это то, что вам нравится делать. Задумайтесь о том, какая технология вам нравится, какой предмет в ВУЗе вас больше всего привлекает, какой предмет вам нравился, может быть, в школе. Что вам, в принципе, нравится? Вам нравится общаться с людьми или же вам нравится больше там что-то такое последовательное делать, работать, может быть, с чем-то, что для других кажется более скучным, рутинным, да, но вам это доставляет удовольствие? Хорошо, прям подумайте над этим вопросом и постарайтесь сильно не привязываться к тому, что вы уже умеете, это очень полезно, но задумайтесь в первую очередь не на том, что вы можете, а на чем, что вы хотите непосредственно. Второй вопрос — это то, что вам не нравится. Тоже постарайтесь выделить для себя какие-то критерии, какие-то основные моменты в учебе, может быть, в ваших каких-то увлечениях и хобби. Что вам не нравится в этом? Чего вы хотели бы избежать, либо видеть минимальное в своих занятиях? Еще один хороший вопрос — это то, о чем вы мечтали в детстве. Мы очень часто, когда попадаем в школу, потом в вуз, особенно в вузе, уже начинаем жить более самостоятельно, и часто нам кажется, что наши мечтания, они как-то забылись, и их уже невозможно использовать, но нет, это тоже может помочь вам определиться с вектором, кем вы хотите быть и чем вы хотите заниматься, поэтому вспомните о своих мечтах и попробуйте понять, почему вы от них отказались, может быть, или почему вы решили их поменять. О чем вы мечтаете сейчас? Подумайте о том, чего бы вам больше всего хотелось. Возможно, это даже что-то оторванное от реальности, да, но если вы уделите время и этот вопрос хорошо-хорошо обдумаете, возможно, он тоже поможет вам, наведет вас на какую-то мысль уже касаемо профессии. Если у вас уже есть какие-то наметки, какое-то понимание направления, куда вы хотите развиваться, я очень так настоятельно советую общаться с теми людьми, которые уже находятся в этой сфере. В IT-сообществе это достаточно легко, потому что много различных IT-групп в интернете, онлайн, в оффлайн режиме. Если вы учитесь в ВУЗе, да, на каких-то первых курсах, вы можете знакомиться с старшекурсниками, да, и у них узнавать, ну, многие уже начинают работать на последних курсах, да, у них узнавать, где они общаются с людьми, которые увлекаются тем же и работают в той же сфере. Потому что, общаясь с теми людьми, которые непосредственно работают в этой специальности, которая вам сейчас интересна, вы сможете для себя составить какую-то более реалистичную картину того, что вас ожидает. А также для того, чтобы пообщаться с техническими специалистами, у нас в компании проводятся вот эти все мероприятия, да, и для вас, вот эта онлайн-практика, это тоже шанс понять от реальных сотрудников, от реальных людей, которые действительно занимаются тем, чем, возможно, хотите заниматься вы. Все плюсы и минусы их работы. Ну, все эти тематические мероприятия, то, о чем я сейчас сказала, да, именно для того, чтобы общаться с людьми, узнавать на практике, чем вам предстоит заниматься в профессии, которую вы выбрали, и это будет помогать вам уже определиться с какими-то вашими будущими направлениями деятельности. И самый последний, главный совет — пробуйте. Если вам что-то нравится, вы чем-то хотите заниматься, делайте это. Пробуйте, пробуйте писать код, пробуйте выучиться, пройти какие-то курсы, может быть, онлайн. И это только на своих каких-то пробах, на своей какой-то практике вы сможете уже стопроцентно понять, ваше это или нет. Если вы уже определились со своим направлением, с тем, в какую сторону вы хотите развиваться, вы зададитесь вопросом, а куда вам, собственно говоря, идти дальше. Как найти работу, где ее искать. Я сейчас на этом слайде представлю основные источники, да, где я, как HR, нахожу кандидатов, да, нахожу вас, чтобы пригласить вас к нам в компанию, где мои коллеги находят, для каких-то специалистов, чтобы пригласить их в свои компании. В первую очередь, это, конечно же, работные сайты. Я работаю в Воронежском офисе DataArt, поэтому с моей стороны сейчас будут представлены работные сайты России, но позднее моя коллега сможет поделиться какими-то работными сайтами с локацией уже Украины. Я выбрала три основных, это headhunter.ru, работа.ru и superjob.ru. Конечно, сейчас Headhunter является таким основным работным сайтом, и он достаточно удобен для начинающих специалистов, потому что там есть шаблон резюме, и, по сути, вам достаточно просто будет его заполнить. Также искать интересные предложения можно на LinkedIn. На этом сайте можно как разместить просто свой профиль, так и подписываться на группы различных компаний и следить за их новостями. Hubber Carrier тоже достаточно полезный ресурс, где можно ознакомиться с актуальными позициями в различных компаниях в IT-направлении. Тематические встречи и конференции. Опять же, на всех вот этих вебинарах, которые сейчас проходят в формате онлайн, в связи с сложившейся ситуацией, и на аутлайн-мероприятиях можно познакомиться с кем-то, кто работает уже в компании, кто может быть к себе в команде, но сейчас ищет сотрудника, либо узнать о вакансиях у той компании, которая эту встречу и конференцию организует. Сайты интересных вам компаний. Если у вас уже есть понимание, в какую компанию вы хотите, то смониторьте их сайт, смотрите за их обновлениями, смотрите за их группами и выходите с этой компанией на связь, чтобы о вас знали и о вас помнили, чтобы вас могли в нужный момент пригласить на освободившуюся позицию. Друзья и знакомые, сейчас так повелось, что на IT-рынке одним из основных источников новых кандидатов, новых сотрудников являются рекомендации, так называемые реферальные программы различные, когда мы дружим, общаемся с нашими коллегами, и при появлении какой-либо интересной вакансии, мы, конечно же, в первую очередь идем к ним и спрашиваем, может быть, кто-то из их знакомых друзей сейчас находится в поисках работы, и ему интересна будет данная позиция. Таким образом, вы также можете, если кто-то из ваших знакомых друзей работает в интересной вам компании, либо на интересной вам позиции, вы можете спросить, есть ли сейчас в его команде свободное место, либо, может быть, в его компании могут искать специалиста, и таким образом выйти на контакт с сотрудниками, которые уже принимают решение о приеме, на работу новых коллег, и таким образом установить связь с нужной вам компанией. Когда вы уже определились с тем, где вы собираетесь размещать свое резюме, его, собственно говоря, нужно составить. Я знаю, что моя коллега уже проводила достаточно подробный разбор по резюме в рамках этой практики, поэтому я здесь буду максимально краткой. Резюме, если вы его начали составлять, обязательно проверьте после, по основным позициям, которые я сейчас укажу. Проверьте, что вы вообще в нем написали. Подумайте о том, что вы могли забыть указать. Основное, или же какое-либо дополнительное образование. Резюме на первом этапе отбора в компании является вашим лицом. То, что мы видим в первую очередь. Мы еще не видим вас, мы с вами еще не общались, но мы можем увидеть ваше резюме и ознакомиться с ним. Собственно говоря, вам обязательно, извиняюсь за лишние звуки, это неожиданно. Обязательно проверьте, чтобы в резюме все было четко указано. Покажите свой вуз. Если вы сейчас еще являетесь студентом, обязательно тоже это пропишите студентам, какого вуза вы являетесь, на какой специальности вы сейчас обучаетесь. И дополнительное образование подразумевается, различные курсы, может быть, онлайн-курсы по специальности, которые вам интересны. Если у вас есть какие-то сертификаты, тоже их приложите. Обязательно укажите опыт работы, если он у вас есть. Это может быть как официальный опыт с трудоустройством какой-либо из компаний, так и опыт каких-либо проектов. Так как вы сейчас являетесь студентами технических специальностей по большей степени, у вас наверняка были какие-то практические работы, которые вы можете показать. Так вот, в резюме настоятельно рекомендую их добавить. Добавить ссылки, может быть, на какие-либо результаты ваших работ, которые можно посмотреть и оценить. Может быть, добавить примеры кода, если он есть. Собственно говоря, собственные проекты, которые я добавила к этой работе. Хардскиллы и софтскиллы. Постарайтесь в резюме максимально подробно указать и в то же время четко, что является вашими сильными сторонами, что вы можете, умеете делать. И не забыть про ваши софтскиллы, то есть указать, насколько вы коммуникабельны, либо, может быть, нет. Это не обязательно. Я настоятельно прошу не придерживаться стандартных шаблонов, не писать, что я коммуникабелен, я просто в общении. Старайтесь писать то, что есть на самом деле. Если вы действительно очень коммуникабельны и вам нравится общаться, укажите это. Если же вы не очень любите общаться, тоже не бойтесь это написать. Но вы можете в то же время прописать, что вы усидчивы, внимательны и такие свои качества. Проверьте, указали ли вы в резюме свои контакты. Обязательно проверьте на наличие орфографических ошибок, потому что в резюме это бросается в глаза. А напомню, что ваше резюме – это ваша визитная карточка, то почему мы вас встречаем в первый раз. Приложите фотографию. Если есть возможность. По поводу фотографий отдельно скажу, что, конечно, очень веселит, когда находишь в резюме какие-то забавные картинки или фото мультяшных персонажей. Но приятнее, когда мы можем увидеть именно ваше лицо. Это не обязательно должно быть какое-то фото на паспорт. Просто сдержанное фото. Может быть, некоторые спокойно делают селфи, на котором видно ваше лицо, на котором можно понять, что вы тоже за человек. Знаю, что некоторые компании даже проводят некую проверку по физиогномике. Мы этого не делаем, но я такие моменты слышала. И если же вас интересует работа международной компании, задумайтесь о том, чтобы составить резюме на английском языке, если вы этим языком обладаете. Потому что таким образом вы сможете показать свой навык английского языка. Немножечко разберу про правильно и неправильно в резюме в соотношении плюсов и минусов. Правильно, как я уже сказала, указать соответствующий опыт системно. Максимально подробно, но очень прошу стараться в резюме опыт указывать именно системно, разбить его на пункты, подпункты. Представьте, что вы пишете курсовую. И в курсовой у вас есть введение, содержание, которым вы указываете все пункты своей курсовой. Собственно говоря, ваше резюме должно быть чем-то похоже именно в разделе опыта на содержание этой самой вашей курсовой работы. То есть есть пункты, есть подпункты. Что вы можете, что вы умеете делать. Я очень извиняюсь. Я, наверное, сейчас, если это не закончится, просто перейду в другое место. Откажите, пожалуйста, системно свой опыт работы. Неправильно описывать опыт сплошным текстом, потому что это очень неудобно читать и очень неудобно воспринимать, в первую очередь. Из-за этого ваш опыт может быть не точно понят, не до конца воспринят сотрудникам, которые читают ваше резюме. Художественное сочинение тоже достаточно, может нас повеселить, может показать ваше качество в написании текста, в художественном стиле. Но в резюме это не совсем то место, где стоит проявлять такие навыки, если вы, конечно, не хотите работать копирайтером или автором каких-либо текстов. Укажите, пожалуйста, свои реальные навыки с разбором, сколько вы работали с данной системой, какие задачи выполняли. То есть если у вас есть какое-то умение, и оно действительно у вас есть, опишите его, опишите, сколько времени вы с этой задачей работали, какой у вас опыт есть фактически в работе с этой задачей. Неправильно указывать все программы, которые вы просто встречали, видели, помнили, даже если вы с ними не сталкивались. То есть, допустим, если вы знаете про какой-то фреймворк, но вы с ним ни разу не работали, но вы имеете представление о нем, его лучше не указывать. Потому что может так получиться, что вас пригласят на собеседование именно из-за этого пункта в вашем резюме, а на самом собеседовании выяснится, что вы этого не знаете, и просто указали это для лишней строчки в своем резюме. Резюме должно быть максимально реалистично. Загрузить портфолио. Опять же, если у вас есть какой-то опыт работы, какой-то навык, подтвердите его на практике. Укажите ссылки на GitHub или любым другим способом покажите примеры кода, либо примеры своих работ. Если это какие-то сайты, лендинги, которые вы делали, можете их загрузить в формате PDF, картинки, либо укладать ссылки на эти сайты, если можете. Неправильно. Просто прописать все курсовые, лабораторные, которые вы выполняли, без конкретных примеров. Вы можете их указать, как я уже сказала, если у вас нет опыта работы официального в какой-то компании, но вы в УЗИ выполняли множество курсовых лабораторных, но обязательно подтвердите их практикой. Покажите примеры того, что вы делали в этих курсовых лабораторах. Правильно. В разделе о себе указать свои хобби и увлечения. Чем хотелось бы заниматься, что принципиально не приемлете. Раздел о себе позволяет познакомиться с вами как с человеком, как с личностью, понять, что вам нравится, что не нравится. Бывает, что команду ищут определенного человека не только по техническим навыкам, но и по каким-то личностным качествам. Может быть, нужен очень активный коммуникатор, либо наоборот, нужен человек, который не будет стремиться много общаться. Этот раздел позволяет таким, как мне, сотрудникам, HR-ам максимально комфортно для вас подобрать подходящую позицию. Поэтому неправильно оставлять раздел о себе пустым, потому что этот раздел — это ваш шанс что-то чуть подробнее о себе рассказать. Здесь вы можете проявить свою где-то креативность, и вы можете показать, что вы умеете, помимо того, что у вас указано в вашем комплектном опыте работы. Естественно, не нужно его расписывать на 10 страниц, но основное прошу указывать. У нас есть отличный сервис нашей компании под названием CVDAC. Если вы составили резюме, вы можете отправить его туда на проверку. Наши коллеги проверят резюме и вернут вам его обратно с комментариями. Таким образом, вы можете сами самостоятельно, достаточно оперативно проверить качество своего резюме перед тем, как отправлять его к какому-либо работодателю. После того, как вы составили резюме, вам нужно его отправить. Подумайте о том, куда вы будете его направлять. Если это зарплатный работный сайт, как Hunter, либо Superjob, там все достаточно понятно, интуитивно. Если же вы просто хотите в какую-то конкретную компанию, то найдите адрес, может быть, почты, может быть, какого-либо другого источника, куда можно отправить свое резюме. Подумайте о том, кому вы его направляете. Опять же, на работных сайтах это все достаточно элементарно. Там указаны обычно контактные лица компании, которые вам интересны. Если же вы ищите информацию просто в интернете конкретной компании, то смотрите разделы контактов, ищите, кому именно вам нужно направить резюме. По большей степени это, конечно же, HR-специалисты, которые их обрабатывают. Если же это какие-то маленькие компании, то там, возможно, будет какой-то руководитель, который будет его смотреть. Обязательно посмотрите, есть ли у вас сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо это ваш шанс обратиться к компании и сказать, чего вы именно ждете от этой вакансии и что вы можете предложить. Поэтому я прошу его писать. Проверьте, что вы именно указали в сопроводительном письме. Это тоже очень важный момент. Обязательно, чтобы в нем не было ошибок. Проверьте, указаны ли ваши контакты в письме, которые вы направили в компанию. Потому что, если вы хотите получить обратную связь, для вас так же будет удобнее, если вы укажете, каким способом с вами лучше будет связаться, как вам обращаться, может быть и куда вам писать или звонить. Что писать в сопроводительном письме? Я хочу отдельно остановиться на этом вопросе, потому что сопроводительное письмо идет вместе с резюме. И зачастую, если это приходит к нам на почту, мы в первую очередь видим сопроводительное письмо. И оно может объяснить, почему вы к нам, собственно говоря, написали. В сопроводительном письме очень важно в первую очередь поздороваться. Этикет никто не отменял. Поэтому прошу его это не пропускать, не писать сразу, что я хочу к вам работать. Напишите добрый день, здравствуйте, любой формат, если бы это может быть английский язык, но поздоровайтесь. Представьтесь, кто вы, как вас зовут и как вам можно обращаться. Зачастую в электронных адресах уже видно имя и фамилию, но лучше, если вы постойно представитесь, потому что это упростит наше дальнейшее общение. Напишите, чем вам интересна именно эта компания, какая вакансия вас интересовала. Я просмотрела уже множество ваших потрясающих писем с описанием того, почему вам понравилась наша компания. Вы проделали огромную работу. Я каждому из вас постараюсь до вечера понедельника ответить, дать обратную связь, видела несколько очень креативных вариантов, это было интересно, и я вам за это очень благодарна. Поэтому проверьте в понедельник вечером свою почту на момент обратной связи по вашему описанию нашей компании. Если вы указали, чем вам интересна компания, укажите также еще, какая именно вакансия вас заинтересовала. Даже если в компании нету вакансии сейчас размещенной на работных сайтах, и вы не видите, что именно сейчас они ищут этого специалиста, вы все равно можете указать, что именно вам интересно, потому что мир вакансии он изменчив, и сегодня у нас этой вакансии нет в работе, завтра она может появиться, потому что к нам пришел какой-то интересный проект. Пишите, почему вы можете быть интересной компанией, что именно вы можете нам дать. не нужно здесь обещать чего-то невозможного, просто напишите, в чем вы сильны. Кратко, тезисно, если в резюме вы это можете описать более подробно, особенно в разделе о себе, здесь же должно быть все достаточно емко и понятно, достаточно такого быстрого прочтения. И укажите контакты, в какой форме вам удобнее будет продолжить общение. Несмотря на то, что в справедливом письмо, вы уже пишите к нам на почту, все равно укажите, как вам комфортнее общаться, потому что зачастую, если вы пишете сопровождительное письмо, то вы нашли где-то наши контакты в открытом доступе. Но вам возможно удобнее общаться через какой-то из мессенджеров. Вы его чаще проверяете, вы понимаете, что вы быстрее увидите там сообщение. Вот укажите его, скажите, что вам удобнее писать в Телеграм, может быть, вам удобнее писать в Скайп, в любую другую форму мессенджера, чтобы сотрудник, который увидит ваше справедливое письмо, мог максимально оперативно с вами связаться, если это потребуется. И обязательно попрощайтесь. Это тоже банальные правила этикета, но очень приятно, когда ты читаешь письмо, в котором человек достаточно вежлив. Поэтому это тоже дает вам плюсик к карме и к оценке от HR-специалистов в первую очередь и в дальнейшем от тех коллег, которые будут видеть ваше сопроводительное письмо. В сопроводительном письме обязательно приложите свое резюме. Даже если вы откликнулись на аккаунтию на HeadHunter и вы отдельно пишете сопроводительное письмо на почту, обязательно вы его продублируйте. И после того, как вы отправили резюме с сопроводительным письмом, у нас начинается уже наша работа, о которой я сейчас немножко расскажу, чтобы вы лучше понимали этот процесс и может быть вам так будет где-то проще дальше взаимодействовать с компаниями. В первую очередь резюме попадает на рассмотрение. К сожалению, у нас это практически невозможная ситуация, когда один HR и одно резюме падает в день или даже в час. Тогда достаточно быстро можно его рассмотреть и вам в течение пяти минут уже дать подробный ответ в резюме. Мы максимально оперативно отвечаем на все ваши резюме и в течение ближайших суток, когда вы его отправили, вам приходит ответ о том, что оно поступило в работу, это действительно так. Но иногда бывает, что на рассмотрение резюме, особенно в каких-то более, может быть, бюрократичных компаниях, может уходить больше времени, чтобы вас это не пугало. Понимаете, что если вы его отправили, его рассмотрят. После рассмотрения резюме обычно следует несколько этапов собеседования. Я здесь описываю те этапы, которые проходят у нас в рамках Воронежского офиса, в рамках других российских локаций. Первый этап — это английский язык. Собственно говоря, у нас сейчас проходит по скайпу либо по телефону, общение с нашим преподавателем. Оно достаточно простое, не пугающее, длится всего минут 15-20, обычно все достаточно мило и позитивно проходит. Вторым этапом проходит собеседование по той технологии, на которую вы откликаетесь. Оно обычно совмещено вместе с HR-собеседованием нашей компании. То есть мы общаемся на общие моменты с HR-специалистом и потом общаетесь с нашим техническим экспертом, который вас оценивает. После этого в рамках хронического офиса мы предлагаем сделать некую тестовую задачу по необходимости. Эта задача подразумевает некое задание. Для студентов, если это какая-то практикантская программа, это будет задание базовое, достаточно простое, то есть оно подбирается в соответствии с вашим уровнем и после оценивает тем же техническим экспертом, который с вами общался на собеседовании. И обязательно по технической задаче дается обратная связь. После прохождения всех этих этапов, если не требуется каких-то дополнительных этапов, что бывает при рассмотрении на какие-то конкретные проекты, вам поступает уже предложение о работе со всеми условиями в нем. Когда с вами обычно связывается после прохождения всех этих этапов, либо после того, как вы отправили резюме, возможно, если позиции сейчас в работе нет. Этим слайдом хотела показать, что мы очень ценим всех своих кандидатов, ваше резюме обязательно будет рассмотрено, вам обязательно придет на него ответ. Если в данный момент позиции нет открытой, мы не можем взять вас на работу, ваше резюме в любом случае остается у нас, мы про вас знаем, мы про вас помним, как только будет подходящая позиция, мы будем с вами связываться. Если же вам кажется, что вы достаточно давно отправили резюме или проходили собеседование, после которого у вас по какой-то причине не получилось устроиться в компанию, и от компании больше не поступает каких-то активных предложений, то не стесняйтесь писать, звонить, задавать вопросы, напоминать о себе, участвовать в различных мероприятиях от компании, потому что чем лучше вас знают, тем больше шансов, что вас пригласят в первую очередь для того, чтобы вы заняли освободившуюся позицию. Немножко поговорим подробнее про то, как вам вести себя на всех этапах интервью. Я буду говорить в целом, как вам вести себя на HR и на техническом интервью, на мой взгляд, они не отличаются именно по каким-то основным моментам. В первую очередь подготовьтесь к интервью заранее. Когда вы договариваетесь с HR-специалистом то, что вы какой-то конкретный день, пойдете на собеседование на определенную позицию, старайтесь не соглашаться идти там через час, через полчаса, договаривайтесь о собеседовании хотя бы на следующий день, дайте себе время узнать о данной компании, узнать о вакансии, потому что на интервью вам лучше идти с пониманием о том, куда вы идете и на какую позицию рассчитываете. это упростит для вас самих потом в дальнейшем выбор оставаться и идти в эту компанию или нет. На самом интервью старайтесь говорить по делу. я думаю, что и многие мои коллеги очень любят с вами пообщаться на различные темы, но зачастую для этого есть другой формат общения, другие мероприятия как раз-таки все вот эти наши активности, которые мы проводим, когда вы можете к нам прийти и уже просто пообщаться, познакомиться и, может быть, на какие-то отстраненные темы поговорить. На интервью лучше стараться отвечать на те вопросы, которые вам задают и самому говорить именно о теме этого интервью. Задавайте вопросы. Обязательно, когда вы идете на интервью в какую-либо компанию, составьте для себя список вопросов, которые для вас критичны и важны максимально. Постарайтесь их все задать. Вы можете записать их себе в ежедневник, в блокнотик, взять это с собой и не бойтесь на интервью, даже если оно заканчивается, и Чар уже предлагает прощаться, попросить еще несколько минут достать этот блокнотик и проверить, на все ли вопросы вы получили ответы. Потому что бывает что-то, что важно для вас и может не оказаться очевидным для Чар-специалиста или для компании в целом. Но лучше вам на свои вопросы получить ответы именно на этом этапе. Помимо вопросов на интервью, показывайте, что вы готовы развиваться. Для вас, как для начинающих специалистов, это максимально важно. Говорите, расскажите о том, что вы изучили, какие курсы прошли, что вы смогли изучить самостоятельно, потому что это показывает вашу степень продуктивности, вашу готовность к тому, чтобы что-то учить, получать какие-то новые навыки. А так как на текущем этапе, будучи студентами, у вас не так много опыта, это один из основных будет для вас навыков, самый важный, я бы сказала, навык при оценке начинающих специалистов. Ваша готовность что-то учить, готовность развиваться и расти в данной технологии либо в целом как сотрудник. Очень прошу на интервью при этом оставаться собой. Я понимаю, что это достаточно нервный такой процесс, на интервью мы все очень сильно переживаем, даже я, будучи HR-ом, если мне нужно идти на собеседование уже там не как специалиста, а как сотрудник, который рассматривается на какую-то вакансию, я тоже буду нервничать, несмотря на то, что у меня за спиной там их тысячи этих собеседований. Но постарайтесь быть собой, постарайтесь выдохнуть. Коллеги, которые вас собеседуют, которые с вами общаются, они также заинтересованы максимально лучше вас понять, они заинтересованы в том, чтобы вас взяли на работу. Никто не будет заинтересован в том, чтобы вы завалили это интервью. Нет, такого не бывает, по крайней мере, в сфере IT точно. Поэтому не пытайтесь строить из себя другого человека, потому что вам потом работать в этой компании, вам работать с этими людьми. Вам так самим будет комфортнее, если вы сразу сможете показать то, какое вы есть, и вас оценят максимально объективно. Поэтому оставайтесь с собой, не бойтесь отвечать на вопросы и задавать их на интервью. Это касается как HR-интервью, так и технического, потому что технический специалист, несмотря на то, что он оценивает в первую очередь ваши технические навыки, он также может дать какую-то обратную связь и по каким-то личностным моментам. Это тоже будет такой плюсик в карму, если вы максимально хорошо себя проявите. Будете активны, будете задавать правильные вопросы и будете говорить четко и по делу. Если после того, как вы прошли интервью, пообщались с техническим экспертом, сделали техническое задание, вам не поступило предложение о работе по какой-либо причине, мы всегда стараемся давать максимально подробный фидбэк, почему именно в этот момент мы не можем с вами сейчас сотрудничать. Если по какой-то причине вам не хватило где-то технических навыков для этой позиции, мы обязательно попросим технического эксперта дать вам подробное описание того, что вам выучить, что подтянуть, то есть вы не уйдете с пустыми руками. Вы уже к нам пришли, мы уже с вами познакомились, вы уже попали к нам в наши головы и сердца, вы прошли у нас этапы интервью, вы получили этот бесценный опыт, вы научились общаться на интервью и как итог вы получили обратную связь и рекомендации о том, что вам нужно подтянуть, что нужно подучить, поэтому вы можете взять для себя некую паузу, подтянуть те скиллы, которых вам где-то не хватило и вернуться к нам обратно. Мы с радостью принимаем тех наших потенциальных коллег, которые по какой-то причине возможно с первого раза не прошли интервью. У нас есть те, кто приходили несколько раз, получали фидбэк от технического эксперта, что им нужно подтянуть. Зачастую технические эксперты потом с радостью продолжают общение с ребятами и когда дают определенное время на то, чтобы что-то выучить, в какой-то технологии разобраться, они потом самостоятельно уже списываются и с техническими экспертами консультируются, чтобы потом вернуться и пройти уже интервью повторно уже с таким более высоким уровнем скиллов и навыков. Поэтому не расстраивайтесь, даже если вам сказали нет, это не прощание, это временная пауза. Но если же вам сказали да, и вам нужно выходить на работу, вам придет письмо с подробной информацией, что вам нужно будет взять с собой в первый день, это будет подробно описано, вам это расскажет еще HR, расскажет сотрудник, который будет с вами общаться перед вашим выходом на работу. Но для вас, особенно если это ваш первый опыт работы, сама новая работа будет очень волнительна. Принято ставить таким, так называемым испытательным сроком, я это люблю называть периодом адаптации, считать три месяца, но могу сказать, что на практике это зачастую получается где-то три-четыре месяца в зависимости от человека. Кто-то может адаптироваться и за первые несколько недель, но это бывает гораздо реже. в основном все-таки три-четыре месяца это такой основной срок для вашей адаптации в новой команде, в новом коллективе. Для того, чтобы он прошел период адаптации максимально легко, у меня есть такой небольшой список советов. В первую очередь, в первые дни на работе вам нужно познакомиться с командой. Зачастую в крупных компаниях, особенно таких, как DataArt, это организовано изначально, то есть вас познакомят. Есть человек, который вас познакомит, который вам все расскажет, это ваш наставник, если это какая-то практиканская программа, либо вам в любом случае дадут некого такого куратора, да, на первое время, который вам все расскажет и покажет. Плюс всегда есть HR-отдел, в котором вы уже знакомы, так как вы общались на интервью, куда вы можете прийти с вопросами, попросить познакомиться с командой, попросить познакомиться с коллегами. Не бойтесь, знакомьтесь, потому что чем больше людей, чем вы знаете, тем вам самому же будет комфортнее потом в этом коллективе работать с этой командой, когда вокруг вас уже будет не десяток незнакомых лиц, а люди, с которыми вы уже хоть как-то пообщались. Узнайте, к кому вам обращаться с вопросами, кто вас будет вашим наставником или ментором, если вы пришли на практиканскую позицию, либо кто в проекте является вашим тим-ридом, то есть кому вы можете идти с вопросами. Если это какие-то технические вопросы, то да, это кто-то из вашей команды, если это какие-то общие вопросы об офисе, организационные вопросы, то это, конечно, опять же, наш HR-отдел чудесный, когда вы можете приходить, спрашивать, писать, звонить нам, и мы обязательно ответим на ваш вопрос, либо скажем, кому вам подойти с этим вопросом, кто вам поможет. Обязательный навык для новых сотрудников, он просто, в принципе, обязательный для всех, но для новичков он просто must have слушать и слышать. Слушать то, что вам говорят, и воспринимать эту информацию, то есть слышать то, что вам говорят, потому что как нового сотрудника вам будут давать достаточно много новой информации в самом начале. Постарайтесь ее все усвоить. Естественно, все сразу запомнить невозможно. Для этого есть документация, в которой это зафиксировано. Либо вы же можете вести для себя какие-то минутки, что-то записывать, какие-то пометки делать. Если что-то вдруг забыли, не поняли, не спросили в первый же момент, не бойтесь спрашивать повторно. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы своему темреду, задавайте вопросы HR. Не бойтесь, потому что как новый сотрудник у вас будет вопросов очень много и гораздо проще вам будет как-то адаптироваться, если вы их будете задавать. Даже если вам кажется, что этот вопрос возможно вы уже задавали, либо вам кажется где-то смешным и глупым. Не бойтесь, спрашивайте, потому что если вы получите ответ, вам самим будет потом проще и комфортнее. Делитесь своим мнением. Если вы видите какую-то задачу, которую на ваш взгляд можно было бы сделать иначе, если у вас просто возникает какая-то идея, что можно улучшить, что можно сделать по-другому, не бойтесь говорить, рассказывайте, не бойтесь оказаться таким всезнайкой. Нет, вы как свежее лицо можете увидеть то, на что уже замылился взгляд у тех коллег, которые работают здесь годами. Поэтому это будет очень полезно для компании, для коллектива, для нас в целом. И ваше мнение как новых сотрудников всегда очень важно. И обязательно будьте активными. Вот в эти первые 3-4 месяца вы можете максимально проявить себя. Это вот тот срок, тот период, за который складывается какое-то устоявшееся мнение о вас, как о сотруднике, как о коллеге, как о друге. Поэтому будьте активны, общайтесь, давайте вопросы, участвуйте в каких-то неформальных мероприятиях, не стесняйтесь, находите друзей, находите общение по интересам. У нас множество различных клубов по интересам в компании. Мы занимаемся йогой, читаем интересные книжки, смотрим фильмы на английском языке, общаемся на английском языке. У нас есть такой уютный английский клуб на обеде можно было пообщаться с коллегами на английском. Сейчас в онлайн режиме просто сломался формат обеда, когда ты сидишь в уютном кафетерии в окружении красивой, красивых декораций, скажем тогда, и общаешься с коллегами. Это очень здорово. Поэтому присоединяйтесь к этим неформальным встречам. Если вы может быть хотите, но не знаете, какие есть варианты, подходите к HR-отделу, они все будут рассказывать, показывать, и зачастую именно HR-отдел максимально может в этом помочь. Чем мы можем помочь вам как начинающим специалистам? Это те мероприятия, которые мы проводим для вас, для тех, у кого нет еще какого-то огромного опыта работы за плечами. Это наши IT-школы. мы регулярно с некоторой периодичностью запускаем школы по различным технологиям. Если у вас сейчас прям такой нулевый можно сказать опыт, либо недостаточный опыт для того, чтобы рассматриваться в дальнейшем уже как практикант, либо как джун, то записывайтесь на наши школы, приходите к нам на это обучение, это ваш шанс выучить какую-то новую технологию, которая вам интересна. Даже если вы допустим уже работаете по какой-то другой технологии, но может быть хотели бы добавить себе скилл дополнительный, приходите, следите за нашими анонсами, записывайтесь, мы с радостью вас научим. Летняя ознакомительная практика это то, где мы все сейчас находимся, она у нас проходит каждый год, в таком формате в онлайн она проходит в первый раз, на мой взгляд, достаточно здорово все получилось, поэтому приходите еще раз, зовите потом тех, кто еще не был на этой практике, советуйте ее знакомым, это шанс, как вы уже убедились, познакомиться с нами, познакомиться с технологиями с различными, может быть, где-то определиться, что нравится и чем хотите заниматься. Менторская программа тех лидерс, это очень-очень потрясающая штука, это ваш шанс фейс-то-фейс практически поработать уже в какой-либо команде, выучиться какой-то технологии на практике, пощупать эту технологию руками под кураторством эксперта. У нас в этом году не так давно завершилось очень классно очередной поток по тех лидерс, были сделаны множество интересных проектов. Формат такой, что мы размещаем варианты различных экспертов, к которым вы можете прийти в команду, эти эксперты потом выбирают к себе, собственно говоря, набирают самую команду из желающих и потом вместе с этой командой они что-то либо совместно изучают, либо создают какой-то интересный проект. А если у вас уже есть какие-то идеи каких-то проектов, вы также можете подать заявку на тех лидерс, указать о том, какой проект вы хотели бы реализовать и какое видите свое место в этом проекте, каким видите свое место в этом проекте. Также вот для особенно начинающих специалистов очень актуальны будут наши Дни открытых дверей, на которых мы даем возможность опять же кратко познакомиться с основными технологиями, которые представлены у нас, и пообщаться с более опытными специалистами. Может быть, опять же, возвращаясь к тому первому слайду, сделать для себя какой-то уже конкретный выбор, чем вы хотите заниматься. IT-толки, митапы, вебинары тоже с этим помогут. У нас множество различных мероприятий проходят регулярно, следите за ними и приходите к нам. Чем полезна наша компания для таких молодых специалистов, как вы? У нас регулярно появляются вакансии для начинающих специалистов. если вы уже обладаете хотя бы каким-то минимальным базовым навыком в одной из технологий, у нас достаточно регулярно появляется набор на практиканские программы. Что из себя представляет практиканская программа? Это вот третий пункт. Третьим пунктом идет оплачиваемая практика постоянное обучение. Практиканская программа это ваше трудоустройство уже к нам, но в формате практиканта, стажера, можно сказать, за которым закрепляется ментор. Это ваш куратор, учитель на время этой самой практиканской программы. Стандартно она длится три месяца. За эти три месяца вы проходите определенные курсы, разбираетесь в определенных технологиях, выполняете задания, проходите ежемесячное ревью, за которое вам выставляется определенная оценка. Зачастую это, ну, как в УЗе, да, это отлично, это пятерка, это четверка, это тройка. Соответственно, в зависимости от суммарного результата этой практиканской программы, вы получаете уже возможность остаться на постоянной основе в компании и работать уже как специалист уровня джуниор, либо, может быть, даже выше, зависит от того, как вы себя проявите на практике. Также практика может быть закончена гораздо раньше, если бы, опять же, себя очень круто проявили и смогли за месяц сделать прям что-то классное, что позволило понять, что вам не нужно больше быть практикантом, вы уже можете полноценно, самостоятельно работать в команде. Также у нас, в принципе, постоянно коллеги могут изучать что-то новое, у нас достаточно большая своя библиотека курсов, поэтому, будучи разработчиком или специалистом в какой-то одной сфере, вы можете параллельно в свое свободное время выучить дополнительный язык программирования или какой-нибудь фреймборг, или же, может быть, получить навык, как вести профиль на LinkedIn, либо как общаться и как вести подобные мероприятия, которые наши эксперты проводили для вас в течение этой практики. Гибкий график работы и совмещения с учебой в ВУЗе. Наш график зависит в основном от того, в каком именно проекте вы сейчас работаете, и он действительно гибок. Вы можете максимально комфортно построить его под свой режим дня. у нас комфортно работать как лесовым, так и жаворонком, и это достаточно круто. Благодаря этому можно совмещать его с учебой в ВУЗе, то есть вы можете где-то там сдвинуть свои рабочие часы для того, чтобы посетить какие-то обязательные образовательные моменты в ВУЗе, сходить на пары. Но если это, опять же, если вы готовы это совмещать, и это вам удается, в основном это возможно на последних курсах, потому что ранее у вас все-таки слишком загруженное расписание, чтобы где-то как-то это совместить, без ущерба одной из сторон. На последних курсах уже расписание обычно попроще, поэтому есть возможность совмещать с работой. Проекты международного уровня. У нас есть возможность работать над проектами различных стран, география у нас вообще никак не ограничена, работать с распределенными командами, практиковать свои английские, ездить в командировки в страны, где у нас представлены центры разработки и офисы продаж. И это, опять же, очень здорово, и мне кажется, если у вас было, какой-то вашей мечтой было много путешествовать, вы это можете реализовывать, в том числе и в рамках работы. комфортное рабочее пространство. Сейчас в формате режима работы из дома у нас, конечно, у всех максимально уютное и комфортное пространство дома, но в офисе у нас тоже сделано все для того, чтобы в наших офисах вы могли комфортно проводить здесь свое рабочее время. Иногда коллеги засиживаются в офисе допоздна, но не потому, что они выполняют какие-то рабочие задачи, а потому, что у нас действительно круто и комфортно можно остаться просто посидеть, пообщаться, поиграть в настолки, не знаю, посмотреть фильм. Офис это позволяет и мы делаем максимально все возможное для того, чтобы так и оставалось и все это становилось только лучше, только интереснее, только красивее и комфортнее. Официальное оформление и забота о здоровье. Да, у нас официальное оформление в компании представлено очень классные различные программы по страхованию для наших сотрудников, которые позволяют поддерживать здоровье, плюс регулярно проводим какие-нибудь дополнительные мероприятия. У меня коллега рассказывала про всякие зарядки, которые мы делали в формате онлайн сейчас. Это тоже очень классно. Можно позаниматься йогой. У нас в Воронежском офисе я очень люблю наш потрясающий спортзал, где можно побегать на беговой дорожке, посидеть в массажном кресле. Это тоже очень-очень классно и мотивирует оставаться в офисе дольше, не только для работы, но и для того, чтобы просто отдохнуть. То есть офисы нашей компании не являются чем-то угнетающим, что ассоциируется только с работой и с какими-то сложными задачами. Мне это не очень комфортно и становится вторым домом. для того, чтобы вы могли общаться и находить какие-то навыки, какой-то опыт получать от реальных специалистов, у нас представлено несколько технологических сообществ в компании, здесь они перечислены на этом слайде. В этих сообществах ребята общаются, делятся каким-то опытом, мы стараемся регулярно для них проводить какие-то мероприятия, встречи, для того, чтобы вы такие начинающие специалисты могли прийти и познакомиться тоже с ними, пообщаться, они могли обсудить какие-то свои моменты, вопросы по технологиям, может быть, что-то новое, что там появилось. В принципе, на этом моя презентация сейчас заканчивается, потом вам ее отправят, вы сможете взять QR-код для литературы для вас, да, это ссылка на наш сайт со списком полезных материалов, в которые вы можете ознакомиться самостоятельно, что-то изучить. Да, про платформу Skillotron неуверенно, я, к сожалению, несколько вебинаров сама пропустила, рассказывали вам или нет, у нас есть очень классная игровая платформа, где вы можете зайти, здесь указана ссылка skillotron.com и пройти тесты из различных сфер, как IT, так и просто что-то интересное типа Geek Culture, английский язык, и проверить свой skill в каком-либо из этих направлений. Очень настоятельно рекомендую, оно очень классно сделано в таком игровом формате, даже просто для того, чтобы чем-то занять свободное время, это прям классно. Мои контакты, собственно говоря, тоже добавила в эту презентацию, не стесняйтесь, пишите мне на почту, Facebook, LinkedIn, я готова ответить на ваши вопросы, также в почту тем, кто присылал товарственные задания по нашим преимуществам как компании DataArt, я тоже всем отвечу, там в подписи будут также указаны мои контакты, в том числе и номер телефона, пишите мне в мессенджерах, я открыта к общению и с радостью с вами со всеми пообщаюсь. И также у нас есть общая почта hrvr.com на нее тоже можно писать, на эту почту подписан весь наш HR-отдел, то есть мы видим ваши письма и если допустим по какой-то причине я, может быть, не увижу письмо, мои коллеги вам ответят может быть быстрее, поэтому тоже можете туда писать с вашими гинд-инициативами и вопросами. В принципе все, я готова к вопросам. Субтитры создавал DimaTorzok